Добрый день, друзья! Сегодня мы рассмотрим очередного мореплавателя, великого русского путешественника и первопроходца Витуса Беринга. Пятерых я уже рассмотрел в предыдущих сериях. Кто первый раз на канале, подписывайтесь и не смотрите, что здесь только исторические видео. Очень много видео о конкретной работе моряка торгового флота, который сейчас и находится в рейсе. Но то, что было с ним раньше, он снял и залил на канал. Так что подписывайтесь и смотрите, будет все интересно. А мы приступаем к рассмотру Витуса Беринга, краткая биография Камчатской экспедиции. Ну что ж, поехали! Витус Иоаннесен Беринг, выдающийся русский офицер, мореплаватель и землепроходец с первой половины 18-го столетия. Исследователь побережья Камчатки, Чукотки и северной части Тихого океана. В 22 года от роду он завербовался на русскую службу и до конца дней верой и правдой служил России. В честь его названы Командорские острова, Берингово море и пролив между Азией и Америкой. Основатель нынешней столицы Камчатки, города Петропавловск-Камчатский. В этой стороне я доходил только лишь до находки Владивостока. Ребята, кто есть подписчики из Петропавловска-Камчатского, пишите, рассказывайте, как у вас жизнь на крайней точке России. Родился 12 августа 1681 года в Дании, в городе Херсенсе. Родители. Витус Беринг носил фамилию матери Анны Беринг, принадлежавшей к знаменитому датскому роду. Отец мореплавателя был церковным старостой. От детства Беринга ничего достоверно не известно. Известно лишь, что юношей он участвовал в плавании к берегам Ост-Индии. То есть просто Индии, откуда возвратился в Амстрадам в 1703 году. В то время по всей Европе агенты царя Петра I занимались поиском и врубовкой на русскую службу толковых иностранцев, военных, моряков и других специалистов. В Амстрадаме подбором моряков с опытом работы занимался адмирал Корнелий Иванович Крюйс. В судьбе было угодно свести Крюйса и Беринга. И молодой датский моряк решил попытать счастье на чужбене. В Петербурге Беринга сперва поставили командиром небольшого судна. Оно доставляло лес с берегов Невы на остров Котлин, где по приказу Петра I строилась военно-морская цитадель русского флота Кронштадт. Очевидно, Беринг проявил достаточное рвение к службе, за что его в 1707 году произвели поручики, лейтенанты. Он действительно ревностно относился к любому поручению. Его прилежания оценили и поручали различные ответственные задания, о чем красноречиво говорит послужной список Беринга. Вся его биография, по сути, и есть послужной список на службе новому отечеству. Итак, 1703 год. Амстердам. Датчанин Беринг поступает на русскую службу. 1707 год. Произведен в Россию поручики-лейтенанты. 1710 год. Переведен на Азовскую флотилию, произведен в капитал-лейтенанты, командовал Шнявой, Мункер. 1710-й и 712-й. В составе Азовской флотилии участвовал в войне с Турцией. 1712-й. Переведен на Балтийский флот. 1713-й. В Выборге женился на Анне и Кристине, дочери одного из местных бюргеров. В Выборге я как-то был. Твоими глазами Россия смотрит на запад, а находка твоими глазами Россия смотрит на восток. 1715 год. Произведен в капитаны 4-го ранга. В этом же году Витус Беринг в последний раз побывал на родине и больше туда не возвращался. 1716 год. Капитан 4-го ранга Беринг командовал кораблем Перл. 1717 год. Произведен в капитаны 3-го ранга. 1719 год. Командовал кораблем Селафаил. 1720 год. Был произведен в капитаны 2-го ранга. Командовал кораблем Мальбург и другими. В 1723 году, прослужив 20 лет на русском флоте, Витус Беринг вдруг подает прошение об отставке. Якобы Беринг претендовал на чин капитана 1-го ранга, но не получил его, решил уйти со службы. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Петр I – инициатор Камчатской экспедиции. Зато точно известно, что 23 декабря 1724 года Петр I издает указ об организации экспедиции на Камчатку и поручает Адмиралтейской коллегии подобрать для ее руководства достойного морского офицера. Адмиралтейская коллегия предложила во главе экспедиции поставить капитана Витуса Беринга, поскольку он в Ост-Индии был и обхождение знает. Петр I согласился с предложенной кандидатурой. Беринга вновь принимает на морскую службу, присваивает его звание капитана 1-го ранга. Задачи экспедиции Берингу собственноручно расписал сам Петр. 1. Надлежит на Камчатке или другом месте сделать один или два бота с палубами. 2. На оных ботах идти возле земли, которая идет на норд, и по чаянию понеже оные конца не знают, кажется, что та земля – часть Америки. 3. И для того искать, где оная сошлась с Америкой, и чтоб доехать до какого города европейских владений, и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюда. Беринг решительно берется за дело, и уже через две недели первые офицеры и матросы отправляются из Петербурга на восток. Благодаря личной энергии Беринга, экспедиции не помешали ни внезапная кончина Петра I, ни последующая политическая грязня за престол в высших российских кругах. Беринг и его товарищи блестяще справились с поставленной задачей, исследовали и нанесли на карту большую часть побережья Камчатки и Чукотки, и главное – доказали, что Азия и Америка не соединяются между собой. Не найдя американского берега, экспедиция вернулась в Охотск, впервые обогнув Камчатку с юга, нанеся на карту ее истинные границы, и доказав, что Камчатка не соединяется с Японией, как полагали некоторые. Вернувшись в Петербург, Беринг предоставил подробный отчет в Адмиралтейство. К его отчетам, однако, там отнеслись с настороженностью и недоверием. Несмотря на все сомнения, труды Беринга и сотоварищей были оценены. Он получил чин капитана Камандора и тысячи рублей деньгами. Как оказалось, незадолго до Беринга из Якутска вернулся некий казачий полковник Шостаков, который в свое время выбил средства управительства на обследование северных территорий и обещание покорить всех чукчей. Карты, привезенные Берингом, не стыковались с продукцией Шостакова, потому что были гораздо более точными и грамотными. Карты, составленные Камандой Беринга, были для того времени на удивление точными. Их качество высоко оценил сам Джеймс Кук, который плавал в этих же местах, в то же время с похожими целями. Кстати, задача у Джеймса Кука была найти северный морской путь, с востока на запад американского континента. Джеймса Кука мы рассмотрим чуть позже, в следующих сериях. Беринг не только составил подробный отчет о результатах своего первого путешествия на Камчатку, но и вышел с инициативой организации второй камчатской экспедиции с целью дальнейших исследований северо-восточных земель и нахождения восточного морского пути в Америку. Неожиданно его инициатива получила поддержку на самом верху среди руководства Адмиралтейской коллегии и Сената. Предложения Беринга переросли в грандиозное мероприятие, вошедшее в историю как Великая Северная экспедиция. Императрица Анна Иоанновна подписала высочайший указ, дав добро на это дело. Начальником всего проекта был назначен Витус Беринг. На дворе стоял апрель 1732 года. С этого момента и до последнего дня Витус Беринг жил только делами и заботами этого дела. И даже свой последний час он встретил при исполнении. Первая экспедиция Витуса Беринга 1725 год, 1730 год. Витус Беринг был первым российским мореплавателем, возглавлявшим целенаправленную географическую экспедицию. Петр первым из властителей России начал систематическое изучение географии страны и прежде всего инструментальное составление генеральных карт. Поиск выхода России на просторы Мирового океана всегда была его идеей фикс. Но к Черному морю прорваться не удалось. Господство на Балтике было весьма относительно. Шведы и датчане в любую минуту могли перекрыть узкую горловину выхода из Балтики на Атлантические просторы. Оставался Северный морской путь и Дальний Восток. Сквозь пролив между Азией и Америкой российские суда могли бы прорваться к Индии и Китаю, если там был пролив. Известно, что еще в начале самостоятельного царствования Петра первый исследователь Камчатки Владимир Атласов привез в Москву японца по имени Денбэй, занесенного в буре к южному побережью полуострова в 1695 году и находившегося в плену у камчатдалов. Царь Петр, несмотря на бесконечные войны на западе, не забывал про восточные пределы своего царства. В 1714 и 16 годах по указанию Петра было налажено морское сообщение на ладьях между Охотском и Западным побережьем Камчатки. Следующим шагом был поезд побережья Северной Америки, которая, как он предполагал, находится недалеко от Камчатки или даже смыкается с Азии. В 1720-21 годах одна из экспедиций, направившись с Камчатки на юго-запад, даже достигла середины Курильской гряды, но американского побережья так и не отыскала. Надо сказать, вопрос, соединяется или нет Азия с Америкой, интересовала в те годы многих. С вопросами и просьбой снарядить экспедицию впервые обратились к Петру Первому в Парижской академии наук, членом которой Петр формально являлся. Большое влияние на Петра Первого в этом вопросе оказал знаменитый немецкий ученый Лейбниц. Лейбниц был не только инициатором создания российской, сначала Петербургской академии наук, но и консультировал Петра по многим вопросам государственного устройства и имел на него большое влияние. Но особенно усердствовала в нахождении новых путей на восток голландская Ост-Индская кампания, которая и привела в свое время Петра Первого к власти в России. Для нее вопрос, соединяется ли Азия с Америкой, был вовсе не праздным. И вот в 1724 году Петра таки додавили до принятия решения. А от принятия решения до воплощения у Петра, как известно, дистанция была короткая. 23 декабря 1724 года Петр дает указание Адмиралтейской коллегии снарядить на Камчатку экспедицию под начальством достойного морского офицера. Коллегия предложила во главе экспедиции поставить капитана Беринга, поскольку он в Ост-Индии был и обхождение знает. Петр Первый с кандидатурой Беринга согласился, голландцы тоже. Царем наказ экспедиции Беринга. 6 января 1725 года, всего за несколько недель до своей смерти, Петр собственноручно написал инструкцию для Первой Камчатской экспедиции. Берингу и сотоварищам предписывалось на Камчатке или в другом подходящем месте построить два палубных корабля. Берингов пролив открыл Семен Дежнев. Некоторая ирония ситуации заключалась в том, что пролив между Азией и Америкой еще 80 лет назад открыл казак Семен Дежнев. Но результаты его похода не были опубликованы, и о них не знали ни Петр, ни в Адмиралтейской коллегии, ни сам Витус Беринг, далекий по своим обязанностям от географических открытий. На сказку о походе Дежнева наткнулся в якутский историк Миллер лишь в 1736 году в ходе Великой Северной экспедиции. Состав Первой Камчатской экспедиции. В экспедицию кроме Беринга были назначены морские офицеры Алексей Чириков, Мартын Шпанберг, геодезисты, штурманы, корабельных, делмастера. Всего путешествий из Петербурга отправилось более 30 человек. 25 января 1725 года выехал из Петербурга Чириков со своей командой. 8 февраля он прибыл в Вологду. Через неделю к нему присоединился Берин с другими членами экспедиции. Число только штатных участников экспедиции, как отправленных из Петербурга, так и присоединившихся по пути исследования, доходило до 20 специалистов. Всего под командой Витуса Беринга, включая вспомогательный состав, грибцов-поваров, было около 100 человек. От Вологды до Охотска. Расстояние от Вологды до Тобольска экспедиция прошла в 43 дня. После месячного отдыха снова тронулись в путь. Почти все лето 1725 года команда провела в дороге. Зиму 1725-1726 годов пережидали в Элимске. 16 июня все отряды экспедиции прибыли в Якутск. И только 30 июля 1727 года на третий год по отправлению из Петербурга Беринг и его команда отдельными группами добрались до Охотска. Это кошмар. Три года идти. Легенда гласит, что сам Беринг от Якутска до Охотска 45 суток провел в седле. Это круто. По прибытии в Охотск, не теряя времени, приступили к постройке судна. Всего было преодолено более 10 тысяч верст по воде, верхом на упряжках пешком. 22 августа 1727 года только что построенное судно Голиот Фортуна и сопровождающий его небольшой бот, прибывший с Камчатки, покинули Охотск и взяли курс на восток. Голиот – это двухмачтово, неглубоко сидящее судно. От Охотска до Нижнекамчатска Путь от Охотска до западного побережья Камчатки занял неделю. И 29 августа 1727 года путешественники уже плыли вдоль Камчатских берегов. Что произошло дальше, сложно объяснить логически. Несмотря на то, что русские к тому времени уже более-менее обосновались на Камчатке, Беринг не имел представления о размерах полуострова. Бытовало даже мнение, что Камчатка плавно переходит в Японию и что сквозного пути на восток нет. Беринг и не подозревал, что до южной точки Камчатки оставалось совсем немного. Поэтому командир экспедиции решил высадиться на западном берегу и за зиму перебраться на восточный берег в Нижний Камчатск. Там решили построить новый корабль и оттуда начать главное исследование. По другим данным, наспех построенная фортуна дала сильную течь и экспедиция была вынуждена пристать к берегу. Как бы там ни было, но Беринг зашел в устье реки Большая и распорядился перетаскивать снаряжение и запасы на берег. Путешествие Беринга через Камчатский полуостров. В Центральном архиве военно-морского флота сохранились донесения Беринга в Адмиралтийскую коллегию о его переходе поперек Камчатки. По прибытии к Большерецкому устью материалы и провиант переправили до Большерецкого острога водою в малых лодках при оном остроге русского жилья 14 дворов и отправил вверх рекою быстрою в малых лодках тяжелые материалы и некоторую часть провианта, которые довезены были водой до верхнего Камчатальского острога за 120 верст. И той же зимой из Большерецкого острога до верхнего и нижнего Камчатальских острогов переправили совсем по тамошнему обычаю на собаках. И каждый вечер в пути для ночи выгребали себе станы из снегу, а сверху покрывали понеже великие живут метелицы, которые по тамошнему называются пурги. Описание перехода экспедиции через Камчатский хребет, перетаскивание всего имущества, включая материалы для постройки кораблей, оружия, боеприпасы, еду заняло два месяца с лишним. Пешком, по рекам и на собачьих упряжках экспедиция проделала более 800 верст. Поистине героический подвиг. Это да. Берингову проливу на всех парусах. По прибытию в Нижний Камчатск всех грузов и членов команды торжественно заложили новый корабль. Это случилось 4 апреля 1728 года. Строительство шло необыкновенно быстро. 9 июня корабль был уже закончен, а ровно через месяц, 9 июля 1728 года, хорошо зашпаклеванный и оснащенный бот «Святой Гавриил» под всеми парусами с 44-мя членами команды на борту вышел из устья реки Камчатки и взял курс на северо-восток. Всего чуть более месяца лилось плавание на север вдоль берегов Азии. 11 августа 1728 года «Святой Гавриил» пересек пролив, отделяющий Азию от Америки. Но на тот момент моряки не могли знать, пролив это или что-то другое. На следующий день заметили, что земля, мимо которой они шли прежним курсом, осталась позади, слева. 13 августа корабль, подгоняемый сильным ветром, пересек Северный Полярный Круг. Через 50 лет капитан Джеймс Кук, наш следующий кандидат, во время своей третьей экспедиции прошел этим проливом в поисках Северного морского пути вокруг Америки. Свой маршрут он прокладывал по картам, составленным Витусом Берингом. Поразившись в точности русских лодцев, Джеймс Кук предложил назвать пролив между материками именем Беринга. Так, с подачи этого великого морехода, один из самых значимых проливов на Земле получил имя нашего, не менее великого соотечественника. Экспедиция Беринга выполнила свою задачу. 15 августа экспедиция вышла в открытый Северный Ледовитый океан и продолжала плавание на северо-северо-восток в полном тумане. Появились множество китов. Кругом расстилался безбрежный океан. Земля Чукотская далее к северу уже не простиралась. Других земель не было видно. В этом месте Беринг решил, что экспедиция выполнила свою задачу. Он не обнаружил никакого американского берега в зоне прямой видимости, никакого перешейка не было и дальше к северу. Пройдя для очистки совести еще немного на север до широты 67-й, Беринг 16 августа 1728 года отдал приказ возвращаться на Камчатку, чтобы без причины не зимовать в незнакомых безлесных берегах. Уже 2 сентября 1728 года Святой Гаврил возвратился в Нижнекамчатскую гавань. Здесь экспедиция решила зазимовать. Беринг понимал, что он выполнил только часть поставленной задачи. Америки он не обнаружил. Поэтому летом следующего года он и его сподвижники предприняли еще одну попытку прорваться к американским берегам с востока. Выйдя в море в июне 1729 года, экспедиция прошла строго на восток 200 миль и не встретила никаких признаков земли. Делать нечего, повернули обратно. Зато на пути в Охотск обошли Камчатку с юга и установили точные южные оконечности полуострова. Это открытие стало крайне важным и нужным для всех последующих экспедиций. Эх, как бы они сами знали истинные размеры Камчатки. Не пришлось бы им перетаскивать волоком весь Рус за сотни верст посуху. Из Охотска в Петербург. Возвращение домой. 23 июня 1729 года святой Гаврил прибыл в Охотск. Оттуда 29 июня 1729 года тронулись в Якутск на семействе восьми лошадях. Через восемь месяцев, задумайтесь, 1 марта 1730 года прибыли в Санкт-Петербург. Прошло пять лет. Вот это экспедиция. Таким образом завершилась первая Камчатская экспедиция под командованием Витуса Беринга. Итоги первой Камчатской экспедиции. Доказано, что Азия не соединяется с Америкой. Установлены географические габариты Камчатки, координаты ее южной оконечности. Ну что же, там еще есть пару статей. Вторая Камчатская экспедиция Беринга и Чирикова. Читайте дальше, ищите, если вам понравился рассказ. Можно много найти в интернете чего. А я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал, смотрите, здесь много интересного по морской тематике. А именно, настоящая работа и жизнь моряка и механика в современном торговом флоте. Все, всем до встречи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова